всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут датси я мама маленького двухмесячного рэма сегодня видео на тему наш режим и наши вечерние ритуалы и мы сегодня покажем вам как мы проводим наши вечера как мы готовимся ко сну во сколько что у нас происходит и как мы отправляемся спать на самостоятельный сон ну то есть не мы а мой малыш в два месяца уже отправляется спать и засыпает самостоятельно ну или по крайней мере с минимумом вспомогательных разных средств таких как соска белый шум и немного на полминутки мама которая гладит его по головке хлопает немного по плечу и говорит спокойной ночи малыш теперь пора спать это собственно рэм который проснулся уже после своего третьего дневного сна сейчас отдыхать свои кроватки наслаждаться своим мобилем и маленькими мешутками сейчас 6 часов вечера и рам готов к своему очередному кормлению обычно это происходит в 6 в пол седьмого после чего мы отправляемся с ним переодеваться потом у нас ванна потом немного активности последнее кормление в часов наверное эдаке 8 где-то или без десяти и после чего уже мы отправляемся спать пока малыш не заплакал забираю вон на кормление иди ко мне мой пирожок ну что ну как твои дела как ты поспал как ты поспал ну расскажи мне иди расскажешь мне чуть-чуть как ты отдохнул и как твой сон малыш нет уже совсем не спокойный уже нет терпения и общаться с мамой да ну давай будем кушать давай поедим и потом будем с тобой общаться постелим тебе давай мои маленькие лапки показывал своем канале видеоролик и рассказывала как я приучала рама к самостоятельному сну конечно же эксперты по сну детей и разработчики самых самых популярных методик по обучению ребенка самостоятельному сну скажет что колюш он использует соску или белый шум или хоть хотя бы чуть-чуть какую-то ассистенцию мамы это уже не самостоятельный сон в любом случае какие-то вспомогательные истории они присутствуют ну да ладно пока малыш мой очень маленький то есть ему сейчас всего лишь 10 недель то конечно же я рада ему предоставить хоть какую-то помощь какие-то не знаю средства к тому чтобы он засыпал без моего присутствия и что-то что ему будет помогать в нашем случае я вот рассказывала как раз таки в этом видеоролике о том что его вспомогательные средства это соска и это белый шум больше ничего мы не используем и собственно сегодня наверное пытаюсь вам показать как выглядит наш вечер и как мы готовимся собственно к этому сну так вот как я уже сказала мы начинаем подготовку к сну 6 часов приблизительно иногда плюс минус полчаса это не так важно мы сначала едим то есть это в шесть часов у рэма последнее такое кормление дневное можно сказать и после чего он немного активничает немного проводят времени на своем матики и тем временем я готовлю его ванну в силу того что у рэма большой тонус новорожденного и он у меня такой неспокойный ребенок да я купаю в они его каждый день купание наше с таким основательным намыванием происходит каждый второй день вот все остальное время в основном я просто его расслабляю поливом такой тепленькой приятные водички после чего мы отправляемся уже обратно сюда на пеленальный столик я его переодеваю я ему делаю массаж и в общем-то за исключением последнего кормления и небольшого промежутка времени которое он проводит здесь в качелях после этого кормления он уже в принципе готов ко сну и как правило он уже в кроватке у меня ну с пол девятого до девяти уж точно то есть он уже засыпает что я для себя усвоила после каждого кормления и обязательно учитываю никогда не пропускаю но за исключением только тех моментов когда малышу сильно психует и ему это не нравится это я его вертикально ношу на плече а похлопываю по спинке для того чтобы он сделал отрыжку обычно ему эта отрыжка нужна и и наверное но не знаю в 90 процентов случаев когда он это отрыжку не сделал по каких по каким-то причинам это засыпать ему намного намного сложнее или же если он еще не отправился ко сну а просто капризничает то взяв его на руки я слышу первым делом это отрыжка и тут же плач заканчивается поэтому для нас это наверное такое золотое правило всегда всегда малышу делать отрыжку и не отправлять его спать без в общем-то этой процедуры также я рассказывала что я не позволяю малышу засыпать уж совсем на груди вечером этого добиться очень сложно обычно он действительно засыпает и если это происходит то я просто напросто его поднимаю на плечо а похлопываю по спинке ровно так же как я это делаю когда мы дожидаемся нашу отрыжку за это время он просыпается если я понимаю по времени что он еще не поел и наверное голоден а то я прикладываю груди его просто-напросто второй раз если он засыпает второй раз поднимаю второй раз собственно таким образом я кормлю своего ребенка и препятствую его засыпанию у меня на груди вот а потом уже когда я вижу что ребенок поел либо на грудь выплевывает либо начинает дурачиться и как-то тут уже неспокойно себя вести тогда уже напоследок перед сном я его еще раз поднимая он делает отрыжку и собственно все все о чем я уже рассказывала ранее наши качели и потом уже отправление его на сон вообще не знаю как сегодня пройдет наш эта запись очень сложно мне с ним записывать не знаю я уже грешу на себя каждый раз но в принципе как только я беру камеру и как только мне нужно для канала что-то записывать он начинает истерить он начинает плакать он начинает нервничать если например каждый день в ванной он ведет себя абсолютно спокойно мы моемся он он уже даже не плачет когда я его достаю из ванны и когда меняется температурой от теплой водички к воздуху в котором он находится то во время съемок он начинает реветь истерить не знаю вести себя просто ужасно поэтому очень надеюсь что сегодня он сделает для мамы исключение и мы сможем вам нашу рутину показать в общем-то в лучшем свете хотя с другой стороны даже если он у меня будет плакать и вести себя не потребно то в принципе ну как есть все-таки реальная жизнь и малыши они знаете как как сами придумают так и себя будут вести и мы никоим образом не можем никак предвидеть каким будет наш день или вечер или ночь спокойным хорошим либо кузькина мать пока что малыш улыбается но улыбка это улыбка ребенка который погружается в сон одновременно он также ест но нужно за ним приглядывать глаз на глаз потому что вот пока я тут болтаю ребенок спокойненько заснет поэтому давайте буду обращать больше внимания на ребенка расскажу обо всем остальном уже по ходу по ходу дела шина с тобой по ходу есть не только отрыжка но еще и кое-что в памперсе молодец мой иди ко мне вот так мы с ним в общем каждый день и общаемся наверное после но практически каждого кормления мы дождемся отрыжку а может быть еще и что-то в памперс вот и потом мы сидим с ним общаемся сейчас малыш такой сонный и не совсем довольный жизни да обычно ты у меня сразу улыбаешься потому что сытый и довольный а сейчас что случилось сейчас у тебя что расскажи мне ой ты боженьки ну чего кстати очень круто наслаждаюсь тем что мой малыш обнаружил свои руки обнаружил свои ноги и он постоянно пытается преимущественно левой рукой достать до ножек бесится и ругается потому что у него это не получается так как ручонки пока еще не работают но он активно ими ими в общем-то орудует тут и пытается понять что к чему думаю через пару парочку недель у него уже что-то начнет получаться да очень надеюсь что начнет получаться в общем вот так вот сидеть общаться с малышом позволять ему просто заниматься своими ногами руками или с тобой разговаривать это очень хороший способ как убивать время вечером если у нас такое есть да и ты мой сладкий ай ты мой сладкий особенно если малыш пораньше проснулся пораньше поел меньше времени это заняло и ты понимаешь что слишком рано укладывать его спать не хочется тогда вот это время можно занять именно вот такими играми и собственно общением с ребенком да можно с тобой общаться и ты отвечаешь и что-то рассказываешь да ай ты мой сладкий ну расскажи мне как твой день прошел хорошо да хорошо ну классно двойте мой да ладно ну и что ты будешь делать сегодня еще что ты собираешься сейчас делать вечером перед сном расскажи мне что ты будешь делать будешь ловить свою ножку давай давай лови ножку смотри ножки твои давай это тоже носок с ними апс смотри какие ножки и ручки у тебя есть ну давай занимайся ладно с котенком пообщались пойдем уже набирать ванну переодеваться и будем уже намываться к вечеру ко сну чтобы быть красивыми парк пахнущими и чистенькими даром скажи мы любим быть чистенькими да да мой сладкий пирожок как мама не любит наносить косметику потому что невозможно с тобой целоваться пойдем мой сладкий пирожочек пойдем давай на левое вернее да на левое плечо и смотри вправо кстати тренируем каждый день его шейку чтобы он смотрел вправо небольшой но все-таки прогресс у нас есть поэтому надеюсь парочку недель пройдет и он будет равноценно смотреть вправо ровно также как он смотрит влево да котенок очень надеюсь ну что-то как-то быстро мы закончили с нашим кормлением и разговорами дома мы решили еще быстренько выйти посидеть немного на улице понаслаждаться летним теплым вечером посмотреть на цветочки на деревья листики даром в конце концов очень скоро у нас не будет такой ежедневной возможности потому что в петербурге мы живем в квартире они в частном доме и уже так просто почилить на улице в любой момент у нас не получится да кстати не знаю когда буду публиковать этот влог но по крайней мере на момент записи этого влога мы до сих пор находимся в риге и поедем в санкт-петербург буквально через дня наверно три-четыре до котенок а папа к нам приедет уже послезавтра так послезавтра так что мы пока до наших купаний вечерних посидим на улице подышимся же воздухом и поболтаем с папой по телефону да котенок мой котенок мы уже капризный уже устал да мой сладкий вода у нас готова в ванне поэтому мы сейчас уже пойдем купаться я только переодену шорты потому что купание на самом деле это что-то с чем-то и очень жаркая процедура для мамы в том числе да для мамы тоже жарко процедура в общем мы готовы уже купаться да пойдем мыться и надеюсь что ты не будешь у меня вани сегодня капризничать так этому стирку так этому стирку выбора отправляем так давай 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 хопку своему показываем не так лорд ремингтон сейчас будет оголяться обнажаться поэтому выключаюсь увидимся в ванне и после ванны уже пока да пойдем мыться котенок пойдем мыться ну улыбнись улыбнешься ай ты мой сладкий пердеж пойдем мыться так Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok В общем, прилагаю все усилия для того, чтобы держать его в хорошем настроении, чтобы он не переживал, хотя это очень сложно. Сейчас буду бороться с его сном на груди, надеюсь, что он все-таки не уснет. Пока ест активно, но глаза все равно уже прикрыты наполовинку. Надеюсь, не уснет, хотя она вряд ли 100% уснет, и придется его поднимать на плечо, для того, чтобы он просыпался и, собственно, продолжал потом есть. Ну, посмотрю по времени, что у нас получается, надеюсь, успеем наесться, и потом уже пойдем отдыхать. Люблю на самом деле вечера, потому что я уже понимаю, что день мы с ним прожили, можно вот так вот с ним посидеть, подумать о том, как у нас сегодня все прошло, что мы сегодня с ним сделали, какие у нас новые, может быть, есть истории в его развитии, что я заметила, чего не заметила, может быть. И, в общем-то, да вообще он мне нравится, когда он такой сонный, такой добренький, ну, конечно, за исключением уже моментов, когда он начинает капризничать и плакать перед сном. Да и даже это, когда он перед сном плачет, я понимаю, что он плачет от усталости, что он хочет спать, и для меня, на самом деле, это ровно так же, как потирание глазок, это тоже хороший очень признак того, что малышу пора отправляться на сон. И, в общем, как только я его пеленаю, как только он попадает в кроватку, слезы, ну да, плач, без слез пока он сразу же проходит, и, как правило, он быстренько-быстренько засыпает. Поэтому он такой для меня сладенький, добренький, хорошенький, и уже злиться на него за какие-то истерики совсем-совсем не хочется. Вот, поэтому я вечерами нашими уж точно наслаждаюсь. Ну и плюс ко всему, это осознание того, что малыш пойдет спать. И у него, кстати, вот что меня радует, у него есть это понимание, что сейчас ночь, и мы спим долго, то есть не полчаса, не двадцать минут, не два часа, а мы реально спим. И он засыпает, и он спит. И в это время я могу вздохнуть, мне больше не нужно сидеть в темной комнате, поедать со слезами свою сладкую картошку. Я могу спокойненько взять монитор, взять компьютер, выйти на улицу в сад, монтировать видеоролик или просто посмотреть какой-то сериал, да или просто попить чай и отдохнуть. В общем, как та баба, 10 минут с чаем, и ты в счастье. Вот, так что поэтому вечера я научилась уже любить. И понятно, что в развитии ребенка в любой момент могут произойти какие-то сбои, и он в любой момент может перестать, например, тебя слушать, перестать укладываться спать покорно, перестать то делать и это делать. Это все понятно. Но пока этот момент не наступил, и пока мой малыш в режиме, и пока он слушается, я этим моментом наслаждаюсь. Ну что ж, мы поели. Отрыжка мы дождались и проснулись. Два раза мне приходилось его во время кормления поднимать, будить, потому что малыш уж окончательно отказывался буду, чтобы есть и засыпал. Да? Устал ты, мой малыш. Как обычно, он сейчас покачается немного в своем омару. Я потихонечку буду приглушать свет, поэтому уже съемка будет не очень, не очень удачная. Вот, и мы будем отправляться уже спать. Постараюсь, постараюсь снять то, как я его укладываю спать в спальне, но не думаю, что у нас что-то получится, потому что помещение будет, правда, очень темным. Но постараемся, может быть, что-то да выйдет. Если нет, тогда увидимся с вами уже после того, как я его уложу, и посмотрим в мониторе, как же он там себе спокойненько засыпает. Да, мой любимый котенок. Да, мой сладкий котенок. Ты мне маленький. И? Ты что, в меня влюблен? О-о-о-о, влюблен в меня? Да. Я тебя тоже люблю. Да. Скажи «да». Ну что, пердеж? Твой любимый пердеж. Давай, держи соску, пойдем спать. Давай. Мушка, мушка тебе поправит. Подожди, мушка, надо поправить. Ты будешь таким желтопоухим, как мама. Да? Да? Котенок. Кстати, перед тем, как укладывать ребенка спать, эксперты говорят, что нельзя смотреть им в глаза, нельзя улыбаться, нельзя с ними разговаривать. Потому что если ты это делаешь, то они понимают, что это сигнал к тому, что они должны активно отвечать и участвовать. Но разве возможно не смотреть в эти глаза, когда он так тебе застенчиво улыбается, как будто бы он тебя видит в первый раз и влюблен просто по самые уши. Да? Котенок мой. На. Давай. Все, хватит флиртовать с мамой. Бери свою соску и пойдем спать. Точно. Найдите. Найдите. А, куда он? Знаете как он? Учу-чу-чу-чу. То, чу-чу-чу-чу. Ну, котенок. Давай. Иди сюда. Так, давай. Укладывай спать тебя будет, да? Укладывай спать, давай включим тебя Белый шум Белый шум Ох Продолжение следует... 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 Продолжение следует...